Добрый вечер, добрые дорогие друзья! Новая Нелидовка, Белгородская область. Сегодня у нас даже не знаю, то ли 29-е, то ли 30-е. С этими качевками я уже потерял дни. Ну что я хочу сказать про этот прицеп? Много вопросов поступило, да. Ну мы видим прицепное, да, под фаркоп обыкновенного легкового автомобиля. Но так как это автомобиль Тойота, то соответственно и эти устройства идут под фаркоп автомобиля Тойота План Крузер 200. Вот, ну, описание его есть, вот, просто выйти на Уфимский, да, у меня в комментариях тоже уже делали ссылку. Что я хочу сказать для транспортировки, чем хорош? Обратите внимание, вот, на эти ремни. Ну, прежде всего на пчелу, потому что пчела карника, ну, вообще спокойная, не атакует, не то что моя беспризорная. Вот, посмотрите, вот на эти стяжки, да, вот, натяжка, натяжка очень жесткая. Сверху ложится уголок скровельного железа, пропускается вдоль и под раму запускается вот такой крюк и все это стягивается. То есть стягивается плотно, крепко, вот. Уже хозяин поднял, значит, есть четыре опоры винтовые, вот, по типу домкрата. Вот, крепятся они к раме. Ну, и, соответственно, две оси. Вот, ну, когда у нас он стоит на четырех опорах, то нагрузка с рессор снимается фактически. Рессора, они раздельные, на каждый мост идут как бы отдельно. Вот такие сдвоенные они. Ну, это все можно найти в интернете, это не так интересно. Сегодня Олег уезжает, вот. Ну, я просто хотел познакомить, чтобы он сказал пару слов нам, начинающим пчеловодам, вообще пчеловодам нашей страны. Вот, Олег является казаком карачанским. И если мне не изменяет память, мне вроде бы говорили, что он даже там атаман. Вот, так что подождем часиков в десять под фонарик, снимем небольшое видео. А сейчас пару капелек пролетело дождя. Вот, такую погоду очень любят пчелки, работают. Ну, доходит липа, липа начинает осыпаться. Дала ли что-ли что-то нам липа? Есть магазины, есть семьи сильные, где магазины будут полные. Ну, по крайней мере, там по девять рамок полных будет, и остальные недолитые. Вот, доливаться липа будет уже, наверное, подсолнечником. Не знаю, говорили, неделя осталась, но что-то он никак, никак не идет. Вот, пускай, пускай произойдет плавный переход от липы. Вот, слышен гул, слышен гул, видно, что пчела мотается, поднимается вверх. Я не знаю, видно это через камеру. Вот, ну, липа цветет здесь вся, фактически. Уже нету деревьев, на которых бы не распустились бы цветочки. Но, это не те рекордные 10-5 килограммов, о которых говорили. Наверное, все-таки наша липа столько так не дает. Вот, наверное, сегодня самый такой прекрасный липовый день. Сегодня у нас вчера ночью прошел дождь. Правда, такой дождь, что земля потрескавшаяся, и даже не смочила ничего. Вот, ну, тем не менее, влажность воздуха сегодня целый день была очень большая. Ну, вот, порядка 70-80 процентов, и постоянно, ну, парит, парит. Ну, эти сутки закончатся, и уже завтра будет плюс 28, а это значит 30. И, соответственно, опять будет жара. Днем будет сидеть, утро, может быть, возьмут. Вот там желтого вроде бы ничего не видать. Опять обрабатывают, опять обрабатывают с той стороны посадки у нас соя. Извините за выражение гребаная. Кому она нужна? Китайцам нужна. Вообще, зачем ее сажают? Лучше бы посадили без процед. Вот. Обрабатывают сою. Ну, полоса закрывает туда. Я вроде как выходил, видели они меня. Вроде крайне поливали. Ну, тем не менее, запах идет неприятный. Так что, ребята, до вечера. Ну, вот такой уже подсолнушек я увидел. Так что, ребята, скоро начнется основной взяток. Посмотрите, какие трещины с земли. Не знаю, нужен ли подсолнечнику дождь. Тут шляпа в середине, конечно, уже побольше. Ну, ребята, здесь дела-то покруче. Посмотрите, чуть-чуть дальше прошел. Вот это, наверное, уже завтра утром откроется. Понятно, что у них еще ничего не будет. Вот. Может, уже что-то будет. Специалисты, подскажите, к чему мы идем. И вот вопрос теперь у него возникает. Надо ли ждать мне печатку липы? Или же подождать, когда подпечатает подсолнечником? Или же надо откачивать, забирать, переставлять? Я, честно говоря, первый раз. Может быть, туда, вот они, вот они, вот они начинают. Интересно, сколько осталось до цветения. До начала цветения, вернее. Ну, а у такого, наверное, наверняка есть пыльца. Не знаю, нектара, наверное, еще нету. Но пыльца есть. Так что, ребята, кто говорил, что неделя осталась до подсолнечника, так оно... О, еще один тут. Вот такой вот, побольше здесь. Ну, вот, приехал Олег. И сейчас будет цеплять свой прицеп. Посмотрим, как это делается. Так, если все крутить, он будет долго. Да, нет, подъехал четко. У него же камера там, да? Да, наверное. Олег, камеру у тебя, да? Да, наверное. Камера. Сейчас, так. Олег, скажи, пожалуйста, габариты прицепа. 5 на 2. 5 на 2, да? Да, цена его с досками под сотню вышла. Под сотню, да? А это делали на заводе или здесь уже заказывал? Да, ну, это все сам. Все доработал сам. Все сам. Платформа только, да? Платформа, да, там. И плюс 5 тысяч его с Уфы сюда дотащили. Ну, я 4 брал прицепа. 5 тысяч его дотащили. А так? Доска половая, видишь, она. Ага. Нет, я послезал, что половая доска. Уголки тоже. Ну, все, ремни там 105. Понятно. Здравствуйте. Ой, нет. А темно не видно все равно. Вот Олег кочует вместе с супругой. Вот такой у них тандем. Ну вот, побрызгали, пчелки собрались все. Где-то нашли люди лучшее место, лучшее липу в лесу. Говорят, лучше она цветет, лучше пахнет и дает. Ну, нам, крестьянам, что остается? Только здесь и почевать. А теперь доброе утро, друзья. Утро нового дня. Хожу по подсолнечку, опять смотрю, гуляю. Вот. Остался один. Прошелся по местам кочевки товарищей. Вот. Осталось много летной пчелы. Ну, много-немного. Ну, вернулась она, по всей видимости, та, которая ночевала недалеке поздно вечером с нектаром. Вот. Ну, сейчас я привезу отводочек свой со стационарной пасеки. Поставлю. Надо собрать, подобрать пчелу. С Павлом поговорили. Он говорит, конечно, нельзя бросать ее. Иначе она вот так вот в одиночестве погибнет. А я вот думаю, если рядом моя пасека, найдут они дорогу туда или же нет. Ну, всем спасибо. Такой вот удлиненный ролик получился. Показал прицеп. Ну, что многие просили. Поговорил с хозяином. Но поговорить подольше и конкретнее не получилось. Почему? Человек торопился. Надо было подобрать прицеп. Надо было его отвезти на новое место. Этой же ночью выставиться. Сами понимаете, это время. Вот. Ну, удачи ребятам на новом месте. Мы списываемся, корректируем свои действия. Кто, как, где. Вот это интересно всегда. Поэтому тоже пишите. Жду ваших комментариев. И всем хорошего. Хорошего и много-много меда.